так связи есть первыми подключаются участники второго тура вижу Александра Слесаря Сань, так как у нас все закончилось в первом туре это я обращаюсь к Александру Слесарю то я как бы пошел по твоим следам стал, пока вы готовитесь ко второму я стал агрономом сажаю цветы полевые, деревья фруктовые, лук укропа посадил где-то 10 соток вот, поэтому пошел по твоим стопам стал агрономом временно вот, но я так понимаю, после третьего начнем так, вижу бельских наших очень много ребят, всем привет бельским еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали за то, что вы сделали в первом туре бельцы, хочу еще раз поблагодарить всех бельчан ребят, вы правда молодцы ну, смотрите сегодня выходной день все события в стране мы там можем обсудить там на следующей неделе в рабочий день так как сегодня выходной я все-таки ночью вернулся домой после всех этих своих сельскохозяйственных туров все посадки пошли успешно сейчас там ребята добивают забор вот ночью вернулся в Москву и тут смотрю что конец мая в прошлом году если вы помните я выходил в лайф по-моему там 2 июня был снег сейчас лето в Москве такое очень прикольное погода на самом деле очень хорошая как бы все цветет даже виноград пошел и так далее но все вы видели историю там с коврами в Кишиневе и так далее я так посмотрел посмотрел сколько стоит хотя за деньги я сделал сделал бы совсем по-другому но все в другом просто есть очень много прикольных цветов для тех кто любит цветы любят природу хочу показать некоторые некоторые достижения потому что вот получилось так что сейчас цветет вообще практически все вот буквально секунду так звонок сбил так ну что ж начнем просто есть очень много прикольных таких клумб с полевыми цветами значит с родителями прогулялся родители у меня в Москве это меня тоже очень радует вот так поэтому начнем нашу программу огород и сад так сейчас камеру как переключить с этим айфоном я разобрал так так это здесь для курканяц дел так на всякий случай если буду скучать шутка 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 сейчас пойдем смотреть с вами грядки молдавские на самом деле вот это время года правда цветет цветет все у меня до поздней осени так одни там высветают другие появляются ну водопад вы все знаете елочки растут у нас есть вот площадка для женского волейбола для женского волейбола площадка так вот в Молдаве уже клубника есть а здесь она только только расцвела да вы видите вляканную плезетку он спал в Молдавине да нам фостокас так ну главное идем к цветам пойдем напрямую как начали это для утреннего душа здесь это по детству это по грошам да так здесь у нас смотрите какая прикольная сирень в Германии я ее покупал тогда же когда покупал римские сосны сирень называется Beauty of Moscow значит очень как бы сирень я думал она как бы в Африке сирень а у нее вот видите очень крупные у нее получатся очень крупные то есть сам цветок видите да какой то есть просто завораживает к сожалению невозможно передать вам как эта вся красота пахнет здесь рядышком китайский вариант бурлаков на Волге вы его тоже наверное помните так пойдем все-таки туда где полевые цветы так здесь вот видите то что еще не расцвело это у нас будет все-таки там в середине июня вот а так такие клумбы композиции прикольные вроде всего несколько простых тюльпанов да значит здесь боярышки тут огромные дерево с очень полезными ягодами вот видите да как прикольно когда абсолютно разные цветы очень простые недорогие я тогда ящиками это все брал в Германии когда привозил большие крупные деревья вместе с ними я там посадил не посадил а было примерно около 7 тысяч 7 тысяч и я попросил чтобы мне их разбили так чтобы они вот цвели как бы вот тоже наша сирень значит это не бьюти в мозг это наше видите цветок не такой крупный но как бы тоже тоже прикольный в общем идея была такая все растусовать таким образом что все это цвело как бы круглый год здесь что-то часть цветов после зимы не совсем пошли вот еще одна композиция вы видите да вот еще одна композиция вот значит здесь у нас будет земляника здесь по-моему там сортов 50 вот эти попозже коснем вы видите сирень виолетовая как говорят у нас в Молдаве да значит так это поздний комбо сейчас мы пойдем туда где ранее значит родондроны вот часть уже выцвели да вы видите они до осени еще зацветут несколько раз здесь родондроны были сиреневые вместе с другими также цветами да прикольно да как разбит вот еще несколько кустов сирени еще несколько кустов сирени виолетовых вот еще одна клумба рядышком да так вот здесь смотрите какая красота получилась не обязательно быть исполняющим обязанности мэра города консилерату для того чтобы правильно рассадить за другие деньги смотрите да как прикольно смотрится вот так это были белые родондроны посмотрите цветочки тоже прикольно ночь особенно они как-то даже светятся когда темно вот смотрите розовые розовые рядом с бонсаем бонсай так себе что-то не очень пошел а здесь вот посмотрите да какая прикольная комбинация получилась вот так не это спрашивают там задают вопросы касаемо политики я сказал что сегодня выходной сегодня у нас программа сад и огород вот на тему того что многих интересует буду ли я до парламентских конечно буду в этом обсудим с вами отдельно так вот еще композиция так это вы видели значит вот смотрите еще одна композиция для тех кто подключил скажу что как бы получается что еще раз светит это поэтапно здесь у нас тоже сирень вот такая виолетовая не виолетовая она я вам скажу что реально сирень сиреневая вот здесь бонсай кто помнит это куст 78 года рождение мой на год сейчас видите оно все вот уже такие свежие ростки молодые это все он уже будет приводить в порядок но сейчас пока еще нельзя но скоро можно будет вот здесь смотрите как вырос там последний раз лет 5 назад показал это дуб колоновидный смотрите какая красота что вот дуб может быть скажем так форме ели а цветет ну просто вернее растет просто шикарно да вот видите многие подходили специально как бы посмотреть убедиться что это как бы именно листья дуба знаете они а не что-то другое так так здесь вот римская сосна кто был в Риме Виталий понимает о чем я говорю тоже она сейчас не подстрижена знаете как после зимы но но будет как бы будет будет совсем прикольный вот это кедр сибирский значит видите тоже вырос прям просто капец да за эти годы пока пока я там в Молдовии находился больше смотрю деревья прям растут просто не могу именно радоваться реально деревья это прикольная тема а когда сажаешь цветы и так далее я с вами выйду в прямой фир в Твери где я там посадил очень много за последний день вот римская сосна за те деньги кстати что в Тишневе потратили на ковер можно было вот таких огромных посадить тем более в Молдаве нет таких деревьев значит можно было сейчас вам скажу так 2 миллиона лестов ковер у них это 100 тысяч евро значит за эти деньги можно было посадить римских сосен высотой там 8-10 метров получается где-то 15 тысяч евро дерево значит получается что их можно было посадить смело 6 штук вот а на 10 тысяч купить несколько тысяч таких цветочков полевых было бы тоже очень прикольно вот береза конечно выросла еще метров на 5 многоствольная видите как прикольно я как-то показывал когда один корень и вот смотрите сколько стволов дерева да у нее дондрарий получился прикольный елочки голубые посмотрите там лают с тетей из Бельси где-то лет 5 назад они были метровые голубые ели смотрите просто просто фантастика реально это были самые маленькие деревья у них была высота 1 метр сейчас где-то метров 5 получается у них всего значит это сербский тоже еле русская пихта так а где была еще из маленьких да вот это тоже была метровой посмотрите какая красавица посмотрите какая красавица тоже метров 5 а то и 6 уже выросла вот значит елки которые посадил по периметру у которых была высота метр восемьдесят два сейчас смотрите живая изгородь забор получается порядка 5 метров порядка 5 метров сейчас переключу камеру чтобы вы понимали какие они были маленькие тогда вот смотрите вот я нахожусь у этих елок которые вам горел и вот смотрите их высота просто нереальная да то есть получается что вот эта живая изгородь то есть макушки там подрезаем периодически сейчас правда нужно будет больше вот и получается это все врастает она разрастается в объеме и получается живая изгородь видите практически ничего не видно как бы что происходит за забором вот вот это еще одна многоствольная береза вот это липа красавица вот еще одна римская сосна значит крону у нее прикольно красавица что я липа сказал посмотрел на деле это черемуха грудь липа черемуха липа у меня нет черемуха вот еще один прикольный чунку сирени вот тоже под роз вверх помните когда-то лаве говорил красно лиственный дуб был имени Гриша Петренко компарти у него листья просто красные бордовые осенью вот значит тоже вырос по метра на 4 5 вот здесь фрукты здесь фрукты видите в этом году вишня потому что весна как бы нормально то есть в этом году у нас будет вишня то есть что меня очень радует потому что когда растет во дворе во дворе растут любые фрукты и как бы есть плоды маленько подсохли там некоторые ветки почистили яблоки с яблоками тоже все в порядке как бы уже она практически выцвела да то есть плодов тоже очень много это это вишня красивая как дерево но до ягод что-то не доходит видите цветущая огромная но что-то не очень получается вот значит это яблоки опять весенние весенние осенние вот ребята посадили малину дерево малину дерево видите то есть она размножается как обычная малина вот еще нужно несколько кустов досадить у нее очень крупный плод почти в три раза крупнее чем у обычной малины вот вот видите там обычная малина она она не размножается так но очень прикольно там я взял парочку на пробу тут доля стены значит это мини киви мини киви растут значит очень вкусный фрукт смородину вы уже все знаете смородина у меня реально чемпионская нужно будет ее просто пересадить потому что кусты смотрите огромные и получается что ну просто ягод прям тут можно сказать ведрами да у меня вот и очень крупная смородина практически как наша молдавская вишня хултуиты здесь вот периметр елок забором да так яблони видите здесь вообще еще цветет это осеннее вот что-то говорили что ближайшие может быть минус два очень надеюсь на то что это неправда так это черешня с черешней у нас в прошлом году ее посадили что-то сразу большую брали что-то она не алло вот эти привезли в этом году вот в этом году прям такие большие посадили вот видите на этих как бы ягоды есть получается на черешню так вот к моему тулуме скрика илоградин 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 просто капец пахнет шикарно просто так такие виолетовые вы уже видели вот здесь тоже пошли хорошо и сосны еще одно дерево черемухи уже метров 15 в высоту представляете вот родандроны первые тут тоже высохли здесь тоже такая композиция получается сосна обыкновенная сербская ель сербская ель черемуху вы уже видели здесь горная сосна смотрите как она разрослась просто да вот надо молдавских белочек только завести желательно парламент сюда чтоб как-то хоть шишками заняли что-ли вот так там еще одна сосна сирень то есть вот вроде битком получилось кое-что пришлось пересаживать потому что было слишком было слишком было слишком много вот тут пишут дисплевом господар да ребят мне это нравится что-то там про политику про хозяйство то есть я когда говорил что я делаю строю что-то дом мечты вот здесь вход в дом больше все знаете вот так а идемте посмотрим что у нас с виноградом мускат виноградом мускат мы я туда что-то прошел мимо хотел заглянуть вот так через дендрарий пробираемся к мускату ай собачек собачек не навещали так тут уже еще ничего не цветет все потом так 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 вот смотрите мускат виноград 80% муската вот видите куст в тени он как-то дольше развивается вот эти остальные смотрите какая красота получилась да просто прелесть и самое главное что если все в порядке то будет ну то есть должен быть должен быть урожай в этом году единственная проблема это вороны то есть на этом холме особо ничего не посадишь кроме винограда вот видите здесь уже получается раз два три четыре пять шесть семь восемь девять здесь получается по 15 по 15 кустов в каждом ряду подъем конечно такой холм имеет высоту порядка 35 даже сказал 40 метров очень крутой подъем сейчас сверху заодно посмотрим как это все как это все смотрится виноград вы все видите как раз уже дошел так поднялся на холм поднялся на холм сейчас отсюда сверху покажем как это прикольно смотрит вот тут наши друзья чтобы виноград не украли осенью посмотрите здесь как получается вот там видим дом значит вот гараж баня караоке там за караоке погреб прикольный ночью прикольный вид снежок снег снег дед он снежок откликнулся видите снежочек снег голубой глаз а дед выходи дед дед дедушка ты где там дед а вот он ты вот и дед вылез вы видите дед ну вылезли ты в тенечке да малыш вот дружбан и чарлис бардом живут чарлис бардом живут чарлис бардом живут в твере так короче все видно да прикольно вот тут спускаться правда вот тут елочки простые посадил видите горные сосны посадил а мама мама вышла гулять привет всем молдавиков а мама наверно в его лайф фейсбуке тут вижу некоторые пишут про то что кто-то там рисует какой-то план ребята эти планы рисовали и будут рисовать и так далее я ничего не скрываю карась захотят сделать какую-то гадость приедут сюда негодяи ну значит постреляем и как у рапатов на законных основаниях весенний сезон вот пруда как здесь я не знаю передаст ли камеру даже сверху видно дно из такой высоты ребята пишут диаспоры что в 17.00 мы тичек будет выступать Михаил тут один из наших спортсменов выход из муги ребят я постараюсь созвонимся после лайва вот так спрашивай эта бочка внизу чтобы этот полив вода получается очень холодная она должна прогреться для того чтобы не погибли слабые цветы деревья как бы так вот тут можно сделать кстати прикольную горку и попробовать зимой можно даже на санках как бы спускаться да вот представляете вот отсюда замутите вот здесь можно спускаться можно спускаться на санках и попасть сразу в караоте а если набрать разгон побольше то вот через террасу можно попасть сразу в погреб особенно если будут такие там кататься как цепович петка вегаришин крупненькие такие саночники то как бы будет да сто процентов надо ли здесь ставить отсюда разгон на водную горку правда надо ставить коммунатную дорогу тяжело подниматься до отсюда вот значит на ругалку не ходил ходил так маленько по мелочам говорю ждал чтобы прошли выборы в Бельце потом было очень много дел вот и сейчас больше стройка сельская хозяйство хотя на Волге так по мелочам сейчас ловлю постоянно но это не так прикольно так что сейчас как бы тут спуститься понимаете да тут еще тут еще чуть меньше вы видите холм какой да то есть значит там тут еще нет тут более плавный скажем так спуск чем в той стороне сейчас попробую по крайней мере если даже упаду это по крайней мере не будет так видно что те кто писали про план молдавских милиционеров или каких-нибудь там тиллеров ребят хочу посветовать вы спускайтесь по правой стороне забора потому что не так круто здесь как бы можно реально спускаться потому что если пойдете слева то точно упадете так если упаду то по крайней мере это никто не увидит камера включена только вперед спускаться и не ребят но что те кто выдержал до конца посмотреть программу сад и огород значит кто-то кто любит особенно может быть есть кто-то там что-то проектирует прикольно привлекаетесь поделим привлекать поделюсь мыслями что ландшафтный дизайн да принципе как и стройка то знаете для всех молдаван родная тема вот так сколько соток земли по грани сто с чем-то сто с чем-то соток гектар с копейками ноги по моему зацвела вода кстати нет не зацвела вода вода чистая придется спускать потому что смотрите камни покрылись зеленый то есть это получается что вот цвелище ели начинать потому что вот по периметру плюс эти крупные вызвать рядом это красавица римская сосна и вот видите такой налет из как будто водоросли получается сейчас надо спускать это все видите да вот на камне смотрите получается если убрать посмотрите камень остается чистый поэтому надо будет его спустить перферам помыть заполнить рядом еще сейчас можно в обед бокальчик беленький хороший парень гагаузи наш очень хороший человек ваня передал звук конечно вино домашние дедушки сначала передал на пробу там красное и белое значит красное и белое передал на пробу вот эти баклажках передали местами стоят в холодильнике все остальное погребе вот поэтому можно программу сад и огород закончить так что-то изображение няже значит бокальчиком бокальчиком беленького половиной бокальчик оно такое легкое спасибо тебе за это чудо как у меня тут некоторые пробовали город чудо вино кстати кто знает у кого есть хорошие домашние вина в молдавии именно правильные пишите в личку буду вам признателен потому что когда приезжают друзья и пробовать где бы мне сесть с вами договорить значит когда приезжают друзья знакомые как они говорят чудо вино так дмитрий соломатин пишет почему ренат не читаете личные сообщения ребят когда есть возможность я во первых постоянно их читаю темно если сзади приходит большое количество других то оно куда-то уходит вниз я могу что-то пропустить как бы вы извините за это но просто физически не получается прям полностью так лавочки надо покрасить тиква дерева не уже посерели от этого вот так так народ пишет хорошего отдыха ребят вам тоже хорошие выходные так пишет людмила гуманик винившиной лаук амшу рошу так вот перебили передам через сергей чего на просьбу ребята вы пишите в личку все читаю просто пишите как-то так я там многим грил многие обижаются не пишите там привет там как дела второе сообщение третье можно спросить я там пишу класс что не спрашивают что ты имеешь ввиду можно или нельзя ну то есть напишите я постараюсь и плюс правильно многие делают оставляя телефонное перезвание потому что писать тексты особенно там что вы дальше собираетесь делать политики молдаве ребят ну вы знаете это нужно смотреть уже лайвы потому что как бы ну писать о том что я собираюсь делать молдавской политики то есть как бы так привет скагула татьяну добрянская спрашивает про наш шашлык так домой когда ребят говорил о том что значит это что буду буду до выпра так сейчас подойдет так тут вопросов пошли на стрековой экскурсии так меняю все сейчас по нашей теме пришло по моему так что меня молдавское супер вино на колоновидный дуб ребят прикольно придумали копать его кто будет у меня было 21 погиб на колоновидный вид дуб это прикольно так солдатарь для венеции динчат дырлунга десену сынец пеностас без пикаре и партид луи он спуск лар саптамына трекута чиние на ультима эмиссионе ла наталья мураря спуск лар на эти дитуранты чини сэн принципали кандидат а вы е плохи шамик спикат лотэт лотэт луна мы платформа нам агут конфликте нам агут не миг тату умерсти не салюши ну не ретроизванцелесе это си нормал да ше куркань ше не куркань ше-май-департе ашаке импортанты врага с угот сейчас фащество и тос дак оса фальсивши аллежерли к водатцам аромка умпручен 2-3 пасфи диференса фарти миг ашик я как отмеча в россии в от 5 с и позведи час факел 3 возвращайтесь домой спасибо так ср бы турли да спасибо это значит все поздравлять с наступающим праздником с ближайший праздник если не ошибаюсь день детей а после этого и не и 1 июня и рождение у феде футамара следующий у нас там помоген конституция здесь аälleочки-ле васice фиррудате 100% Maryland сто absorbен росст Якось вы третясь с алкintense да Commerce во фикар для секции tv umпускать омни 50 ка там И мы видим, что мы притягиваем, которые были с каруселами, с буллетенами, с штампилами русских. Мы планируем файсбук, с видео, с теми, как говорится... Орши илогалитети, которые были у нас. Я, по-прежнему, на секции, упала портфель. Я, по-прежнему, с бальцами. Я, по-другому, с машинами, я подошел. Я подошел. Я подошел. Я подошел. Я подошел. Вот это видео. Мы имели. Мы надписываем. На 62, на первом году. В Григоришина. Он и мальчишки, родные из вас. На Дудон, Куркани и Влад. Да, мы прощали. У нас есть у нас, мы были в отношении компании. У нас были активисты. Мы были в отношении отношений. Все организации были в президенте. Мы нашли в отношении. Мы застроили в отношениях. Снуфи и Фрауди. Снуфи, я лечил и Фраудат. Тот и луна тресвил лакешно. Тресар ворганизезе. Лафикари секси девозв. Дакос фиг цинзэч. Досу девамень. Практик нас поотфащенними. Саосфакшава фуартипецен. Так, а, 28-й день пограничника. Согласен, ребят. Правильная, правильная тема. Правильный праздник. Когда я находился в Молдаве, я участвовал в этих мероприятиях. Именно празднование Дня пограничника. Белцу. Удат он, экземплу, отец цара. Ску сондажили, ску повестили. Кэпартидуаре 1%. Шы куркани акулоса наинт. Кунуште кэт пояса. А ешет, фармаре публичitate. Ям бока нет. Ам декурканизат тотал Белцу. Какума, так ва уиталса, дарди пиуневащ, акулоса пара пиу-пиу-пиу, пиу-пиу, пиу-пиу. Патентрон сектур, салонал. Салонал. Таста и ситуация. Диас, так, а с его мобилизарит, то там. А с ВИИ лумя, массив властей, селедевод, что на уене требуется, а салавод. Калтел, ну, хайшмарам и неку, при мари ала плахеш. Ну, хадис им, Сереж. Так. Мэни Думиника Мари. В Сарбаторе. Так. Так, строится. Спасибо, ребят, взаимно. Я вам отправил фото красивых фасадов. Так, фасады пока переделать не планируем. Так, Ренат Дичинова дизволтаться на ней. Боец, есть уфичу? Так, и повец гендарь сау братс ворбиста директ скрес и ним приват кари проблема. Так. Так. Плаханща подсфак он чертен татаре не спори. Поец, приготешься, где по одномандатным округам где лезешь. Куркани, дар уфакут кудонс комбинация, кумикс. Шедет, это Владимир Георгиевич, фас, кончерти, дэ, морожина. Терем на целеск и рапец хватари повестей, дисприлуп, так пропаганда, русаск. Так. Ладно, ребят. Короче, не буду надоедать всем в выходной день. У нас, как-никак, сегодня программа была сад и огород. Поэтому я вас обнимаю, вам всем желаю хорошего дня. И мы обязательно с вами еще поговорим. Ну, а самое главное, 20 мая все поняли, что бельцы рулят. И, как я говорил, они сделают все, что могут, а мы сделаем все, что захотим. Поэтому еще раз спасибо всем, люблю бельчан. я как-то не отметился в этом году, не участвовал в праздновании дня города, города Бельцы. 22 мая Фалешт, Басарабяска, Дандюшан. На следующей неделе я все выйду, расскажу и про свое участие, про то, что мы будем дальше делать и в Бельцах, и в других городах в Молдову. Боец, воебец, следствием тоже, а еще кажется, Москва, москрец, к тебе, мессаж, хватит, по чем он, хватит, по чем он, в рун, астакум из куни, с испункой, рехт, небо дистать, небо русском, межте, гуляй. Ашек, мол, цань, лали, гатуры, все, ребят, будет хорошо, мы объединимся, все будет прикольно. Все, ребят, я вас люблю, делайте репосты, кто онлайн, тема не политическая, все-таки была программа сад и огород, вот, значит, к сожалению, сейчас обед, у меня все курканята сейчас в поле гуляют, дай ему сигнал, и, ика, свеча лишняя, девора двинно мало, тревка шла, до шест, прям вот, все, ребят, давайте, хорошего дня, хороших выходных, свяжемся, все, вас всех люблю, значит, пока, увидимся.